МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Презервную насосную станцию установят в середине озера Пестрова. Подробности в этом информационном выпуске. Началась работа по оценке домов в Таиншинском районе. Всего в области за оказанием помощи уже обратились свыше 2000 семей, пострадавших от большой воды. Открытый проезд безводного препятствия. На трассе Жизказган-Петропавловск возобновили движение для больших грузов и легковых авто. Первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр и Акимобласти ГАОС Нурмухамбетов посетили озеро Пестрое. Здесь планируют установить дополнительную насосную станцию. Она будет располагаться прямо в воде. В ближайшие дни она будет готова для того, чтобы это был надежный резерв в случае снижения уровня воды на озеро Пестрово. Роман Скляр отметил, что забор воды из озера Пестрово – один из основных источников водоснабжения в данное время. И поручил завершить все работы в кратчайшие сроки. Насосная станция первого подъема еще долго будет в воде. Ее полностью затопило, к сожалению. Пока будет просушка проходить, пока оборудование порядок приведено. Это будет фактически, это будет, Гаврис Пуш, у нас основной водозабор, да, с озера? Да, водозабор. И второй резервный вот в озере здесь рядом. И времени нету у нас, 10-12 дней нет. Сроки, самые сжатые, директивные сроки, которые поставили, нужно выполнять. Все материалы есть, все материалы, поэтому я думаю, мы в короткое время это сделаем. Остается задача пятницу, субботу, все это уже запустить и чтобы она была в работе. Проинспектировали и сам процесс изготовления резервного источника водозабора. Эти работы выполняет ТО Кызлжарсу. Будем устанавливать на понтоне, на середине озера, чтобы не потерять уровень воды. Понтон, понтон уровень, он будет на плаву. И когда вода уменьшается, понтон же этот тоже не тонет, он этот, все будем этот уровень держать на этом. Вот три насосы станции дополнительно будем вставить. А вот эта, которая насосы станции, сейчас, в данное время работает, он в берег уходит, вода уменьшается. А этот будет на середине озера, временно будем устанавливать. А потом будем устанавливать тот первый подъем. По словам Сайрана Искакова, работы в цехе постараются завершить до вечера и уже приступить к установке резервной насосной станции. Помимо прочего, как только вода начнет уходить, глава региона указал сразу же направить людей для уборки местного пляжа. Посетили контрольно-пропускной пункт на везде в город. Вода там начала отступать, движение автомашин восстанавливается. Диана Салихова, Александр Янсен, МТРК Первый совместитель премьер-министра Роман Скляра Аким области Гауеснур Мухамбетов на лодке оценили масштабы половой дея в микрорайоне Подгора. Сейчас основная часть микрорайона находится в воде. Позавчера началось снижение уровня воды на реке Исиль. Когда вода уйдет, Подгора окажется в своеобразном котле. Поэтому необходимо будет привлечь максимальное количество мотопомп, насосов и водооткачивающей техники для перекачки воды через дамбы. Поручил Акиму Петропавловска в сжатые сроки организовать данную работу. Первым объектом посещения стала средняя школа номер 4. Здесь размещены 44 человека из поселка Заречный, села Тепличное, микрорайонов Хромсавод и Подгора. Люди, обеспеченные трехразовым питанием, питьевая вода и товары первой необходимости поступают с первых дней. Бесплатно проводятся юридические консультации. 1178 мы уже приняли, из них в том числе 209 под срочки кредитов. Тоже банки работают с нами, дают разъяснения. В принципе, тоже консультации получают. Люди в такой ситуации надо помогать. Жители, оставшиеся без крова, обеспокоены дальнейшей судьбой своих домов. Самый частый вопрос касается возмещения ущерба проживающим на дачных участках. Мы будем помогать именно 100 МРП единовременной помощи, именно тем, которые живут на даче, и эту помощь будут получать, если у вас другого жилья нет. Обязательно мы вам помогаем. Это есть поручение премьер-министра, сегодня было совещание, это будем решать. Документы, что касается документов, надо будет все сделать, чтобы документы помочь оформлять. В эвакуационном пункте на территории средней школы номер 43 областного центра временно проживает 31 человек, включая четырех детей. На встрече с жителями Роман Скляр и Гауес Нурмухамбетов напомнили о том, что пострадавшие от стихийного бедствия не останутся без внимания. Специальная комиссия оценит ущерб, а в случае отсутствия возможности восстановления жилья будет выдано новое. Документы, да, я здесь забрать успела. Вы в частном секторе живете там, да? Да, на четырех хозяина получается. Там сосед заходил, говорит, по пояс где-то. По голове там ничего не держали, да, сами просто работаете? Последним объектом посещения стало общежитие Гуманитарно-технического колледжа Петропавловска. В эвакуационном пункте размещены 39 человек, шестеро из них – дети. Дома пострадавших остались подтопленными в микрорайонах Хромсавод и Подгора. На благоустроенные квартиры можно будет посмотреть. Есть новые дома, которые еще только-только квартиры построили. И будем в первую очередь предлагать квартиры. Строить дома будем строить, называется поселок Солнечный, вы знаете, ЕЖС новый поселок. Стандартный дом, типовое домостроение, 80 квадратных метров. Вот его, он будет там. Но это все равно займет 3-4-5 месяца. По словам главы региона, на единовременные выплаты пострадавшим от паводка выделено 403 миллиона тенге. Во Дворце молодежи организовали прием заявлений на выплаты для жителей Козелжарского района, которые за паводка временно проживают в областном центре. Необходимые документы у них принимают районные специалисты. Такой формат работы организовали для удобства граждан. Для этого обязательно нужна вам справка, что они должны убедиться, что действительно вы находитесь в зоне потопления, и тихийное бедствие принесло вам какой-то ущерб. Специалистам Акимата Козелжарского района помогает представитель отдела по обслуживанию населения. Айдос Шайгузов консультирует тех, кому необходимо восстановить документы. После прихода большой воды сотрудники ЦОНа оказали услуги порядка 4 тысячам пострадавших от паводка. Нужно, если, допустим, на документы на дом, по каким-то случаям, допустим, если потеряли или же, допустим, утонули, можно тоже обратиться в ЦОН и можно восстановить их. Один провостановочный документ у нас идет 601 тенге. Можно также оплатить через Каспию, приходя в ЦОН, подать заявление. Вообще срок исполнения у нас 3 рабочих дня идет. Можно их ускорить при желании. Техпаспорта также можно восстановить. Оплатив госпожину, также можно через Каспию. Приблизительно около 30 заявителей уже обратились к нам. Жители Козелжарского района подают заявление на получение единовременной выплаты и компенсацию ущерба. 72-летняя жительница села Долматова Галина Серебрякова очень рассчитывает на помощь государства. Ее дом ушел под воду. Сначала ждали, когда вода сильно подходит. А потом уже давай собираться. Все. Ну, тот, что смог вытащить. Помогали. Участковый был. Сейчас тут в городе усы наживу. Ну, 17-й год только зеленую улицу у нас затопляло, а тут нет. А сейчас почти все. О том, какой именно ущерб водная стихия нанесла населению Козелжарского района, говорить рано. Оценка имущества пострадавших граждан начнется, когда паводковая обстановка полностью стабилизируется. Дарья Пашмансова, Ширня Сыманов, МТРК. Общественная приемная северокостанского областного филиала партии Аманат провела седьмой прием заявлений на выплаты. До этого работы проводились в районах имени Габита Мусырепова, Есильского и Козелжарского. Сегодня по принципу одного окна мы отберем заявление для оказания первой социальной помощи. До этого выезжали наши коллеги в составе мобильной группы. Это был ЦОН и паспортный стол. То есть те, кто уже отработали первую часть, подготовили документы для сдачи. Сегодня мы уже принимаем заявление. Я думаю, в течение 8-10 рабочих дней эти деньги поступят на счет наших граждан, которые будут приняты. С момента работы по принятию заявления отработано уже свыше тысячи заявок. Только за вчерашний день на рассмотрение находятся 264 запроса. Некоторым уже поступили на счета первые выплаты. Всего по области ведут работы 6 мобильных групп. Сейчас ведется большая работа по тому, чтобы люди оформили все документы для того, чтобы получить всю помощь, которая им будет необходима от государства. Все уже мы, семьи, которые здесь проживают, и одиноки проживающие, мы всех постарались уже, значит, чтобы они эти справки получили все. Значит, здесь работали и ЦОН, и банки. То есть все счета, на которые будут падать им деньги, все это у нас уже сделано. Жительницу Кожевиного поселка стихия не обошла стороной. Наталья Чорба осталась без крыши над головой вместе со своей маленькой дочерью. Мы жили на хромзаводе. В 2017 году нас сильно затопило. Мы тогда уже без дома остались. Вот долго строили, почти 7 лет, но еще чуть-чуть не достроили. И в этом году нас снова затопило и еще больше. Дома затоплены, у нас торчат вот крыши одни. На свой дом я подала заявление, сама ездила на театральную, но у нас вот еще тетя инвалид тоже. Здесь она находится сейчас тоже в школе. За нее вот мы нам помогли сделать доверенность. Сейчас вот я буду подавать от ее имени документы. Для получения выплат гражданам необходимо обратиться в отделы занятости по месту проживания, а также в ЦОНы. Размеры выплат составят 100 МРП, это 369 200 тенге. При подаче заявления от граждан потребуется минимальный пакет документов, удостоверение личности, справка на подтверждение о наличии имущества и счет, куда будут отправлены эти деньги. Александра Рудина, Олег Косинов, МТРК. Паводковая ситуация в районах области улучшилась. В Таиншинском и районе имени Габита Мусрепова люди уже начали возвращаться в свои дома и восстанавливать их. В Казалжарском районе обстановка все еще напряженная. Но, по словам специалистов, скоро ситуация наладится. Вдоль и дальше по реке Исиль у нас это касаемо Соколовка, Большая Малышка, Далматова. Группировки осуществляют мониторинг прохождения воды, а также прогнозируют в целом развитие паводковой обстановки. Перелив у нас на Сергеевском водохранилище составляет 2 метра 78 сантиметров. На сегодняшний момент за истекшие сутки у нас поднялось на 18 сантиметров. На Петропавловском гидроузле наблюдается минус 27 сантиметров убавилось. Те гидропосты, которые выставлены вдоль реки Исиль, непосредственно село Прибрежное, элитное, Боголюбово, Приишинка, везде у нас идет минус. Я думаю, можете наблюдать сам перелив, который расположен на КП Южный, вблизи лесхоза Куйбышевский. Если буквально вчера утром перелив был порядка 70 сантиметров, сейчас он составляет 30 сантиметров. Активно ведется работа по оказанию всесторонней поддержки граждан. На сегодня затопленными остаются более 3000 домов. Все пострадавшие от паводков люди получат единовременную выплату. Прием заявлений начался два дня назад. Средства уже получили многие пострадавшие. Соцпомощь начисляется на семью. То есть обращается представитель от семьи, и ему начисляется эта помощь. А это на семью. Владелец дома. Да, владелец дома. У него может прописано быть и 5 человек, и больше, и так далее. Но здесь конкретно, если сказать, то это только на семью. На данный момент за оказание помощи уже обратилось свыше 2000 семей. Социальные выплаты назначены более 1000 граждан на 400 миллионов тенге. Для жителей Козлажарского района в здании Дворца молодежи развернут пункт приема документов. Граждане, проживающие на дачных участках на постоянной основе и не имеющие другого жилья, тоже смогут подать заявление и получить компенсацию. В Петропавловске таких семей 75. По мере поступления заявлений в Акиматы отделы занятости социальной защиты, выплата будет выделена в полном объеме. Финансовые средства на выплату единовременной социальной помощи в бюджете предусмотрены. Сегодня начата работа по оценке домов в Таиншинском районе. Определение ущерба, причиненного пострадавшим средствами чрезвычайной ситуации природного характера по остальным районам и городу Петропавловска в настоящее время не представляется возможным. На борьбу с паводком у нас до паводка было выделено более 2 миллиардов тенге. По настоящее время происходит оценка. Работа экспертов по оценке ущерба начнется после полного отвода воды из домов и предворовых территорий. По предварительным данным, общая сумма выплат составит 1 миллиард 316 миллионов тенге. Осуществляются они за счет местного бюджета. Валерия Сиваш, Олег Ксенов, МТРК. Спасатели не забывают и о братьях наших меньших. В период эвакуационных мероприятий в микрорайоне Подгора зафиксированы более 150 случаев спасения собак и около 60 случаев спасения кошек. Честники извлекали их из воды, снимали скрыть жилых домов, перевозили на лодках и отдавали в руки владельцев и волонтеров. Также в Подгорой спасли порядка 40 голубей. Эвакуация происходила в опасных для жизни условиях. Стремительное холодное течение, невидимость дна, наличие большого количества опасных предметов, плавающих в воде и мешающих движению лодок. Неоднократно зафиксированы случаи повреждения плавательных средств, что представляло реальную угрозу для жизни. В условиях ЧАЭС спасатели ответственны за жизнь каждого человека. Представители МЧС все же не могут позволить людям самостоятельно совершать поисковые работы на лодках и подвергать свою жизнь смертельной опасности. Глава государства Касым Жумар Кемилевич Токаев сказал, что никто не останется без внимания. Плавают профессиональные спасатели, которые обучены этому делу, они профессионалы. Мы не можем рисковать жизнью других людей. К нам ежедневно поступают запросы того или иного адреса. Каждый адрес мы отрабатываем. Многие животные не идут в руки. У них большой стресс, они переживают и боятся. Их мы подкармливаем. Волонтерам огромное спасибо за их доброе сердце, потому что они откликаются на каждый отзыв. Очень много еды поставляют. Весь необходимый инвентарь поставляют. Спасибо вам большое. Без вас нам не обойтись. Вместе мы сила. Безбергемис. 18 апреля в 17 часов вечера официально открыли движение по трассе Жесказган-Петропавловск. И для большегрузов, и для легкового автотранспорта. Несмотря на то, что некоторые автомобили все еще нуждаются в перевозке, движение активное. Глубина перелива на дороге сейчас составляет от 20 до 30 сантиметров, ширина порядка 300 метров. В кое-каких местах на дороге образовались промойны. Для восстановления обочины и откосной части дороги заготовили порядка 500 единиц мешкотары с бутовым камнем. К этим работам приступят сразу после спада воды. Нами было организовано круглосуточное дежурство на данном участке дороги. Это у нас три единицы были задействованы. Трал перевозил жителей местных с перелива на тот берег и сюда. Также дежурили у нас погрузчик и К-700. При необходимости выполняли работы, кто останавливался на переливе и вытаскивали. Обращались порядка трех случаев было, что на переливе сломалась машина. Соответственно, нами были приняты работы по буксировке данных автотранспортных средств. Компания Теплэка – единственный российский производитель энергоэффективных обогревателей на основе кварцевого песка высокой степени очистки. Теплэка работает по принципу русской печи – быстро нагревается, а затем долго отдает тепло. При использовании терморегулятора потребление всего 2,5 кВт в сутки. Обогреватель не сушит воздух и не выжигает кислород. Абсолютно пожаробезопасен. Выбери свой обогреватель Теплэка. Приориси его можно по адресу Петропавловск, улица Бастандыкская, дом 78, телефон плюс 7707-343-6282. Пожизненная гарантия. Включил и забыл. Более 100 магазинов в России. Чтобы защититься от большой воды, неравнодушные жители села Бесколь наполняют мешки песком и укрепляют дамбу. Никто не остался в стороне. Каждый вносит свой вклад в это большое общее дело. В селе Бесколь Козлужарского района проживают более 8,5 тысяч человек. Екатерина Кайгородова живет здесь уже 6 лет. Когда вода начала подступать, она вместе с односельчанами, военнослужащими и спасателями приступила к активным работам по строительству и укреплению дамбы. Возводить защитное сооружение жители Бесколя начали неделю назад. Бесколь Козлужарского района проживает. Вода уже была полностью здесь. Круглыми сутками работали над дамбой и мужчины, и женщины. Боевой дух поднимали песнями. Отдыхали от тяжелой работы в теплицах. Их переоборудовали под маленькие кухни. Горячим питанием обеспечили всех. Что-то приносили из дома. Делились друг с другом. Все необходимое приносили из дома. Продукты, чай, бытовую технику. Готовили на всех еду. Мы с мужем живем в Бесколе уже 13 лет, но такого никогда не видели. Детей отправили в город. Ночами не спали, работали. Было очень страшно. Вода почти подошла к нашему дому. К счастью, нам удалось ее остановить. Такого количества воды жители Бесколя не видели никогда. Работать приходилось в непростых условиях, признаются сельчане. Как в воду туда посмотрите, как в море. Это те дни, тут люди работали, а было холодно. Холодно было здесь. Прямо девчата вот эти даже помогали. Вот мешок, вот эти мешки, ее надо открывать, песок сыпет девчата, а ее открывать без перчатки. В перчатках не откройте. К работам подключилось все село. Приходили помочь даже с другого края Бесколя. Техникой выручали частные предприятия. Частные предприниматели. Просто у кого есть машина, трактор, кто на чем, все подвозили материалы. Работали все сплоченно, круглосуточно. Здесь была задействована техника ТО «Севержарс», «Эталон», «Молсервис», «ИП Ахмуддинов». Очень много. Я просто не буду перечислять, поэтому весь Казахстан собрался здесь. Огромное им спасибо. Большая благодарность. Сейчас Бесколи готовятся ко второй волне паводка. Местные жители очень надеются, что вода обойдет их стороной. Валерия Филатова, Александр Янсен, МТРК. Глава крестьянского хозяйства «Прекрасная» из Заиртаевского района Бахыт Кусаинов организовал приготовление плова для солдат, волонтеров и жителей сел Большая Малышка и Барневка, которые остаются на территории потопленных населенных пунктов, охраняя скот и имущество. Для этого фермер специально приехал в областной центр. При приготовлении блюда использовали 40 килограммов мяса и 30 килограммов риса. Всего получилось более 300 порций плова, которые передали волонтерам для доставки. По просьбе агрария сотрудники региональной палаты предпринимателей помогли с нарезкой мяса, хлеба и фасовкой плова по порциям. В ТО «Радуга» сегодня утром приехали две фуры с гуманитарной помощью из Павлодара. Привезли 60 тонн груза самым необходимым. Туда входят и продукты питания, инвентарь, мыломойка. В сборе принимали участие предприниматели малого и среднего бизнеса, молодежные организации, ассамблеи народа Казахстана, вузы, депутаты Маслехата и все неравнодушные жители города Павлодара. В пункте приема работают порядка 50 волонтеров и активистов общественных объединений. Среди добровольцев Диас Ежжанов волонтерством парень занимается порядка двух лет. В настоящее время наш регион находится в очень сложной ситуации. Наш долг – помогать людям в трудную минуту. Быть волонтером – непростая задача. Также хочу призвать молодежи, всех неравнодушных людей, помогать нам в разгрузке и сортировке товара. Нам не хватает людей. Пункты выдачи гуманитарной помощи расположились в трех точках Петропавловска в Молодежном ресурсном центре по улице Назарбаева, 69, здании Ассамблеи народа Казахстана и в городском Доме культуры. Камила Карим, Олег Касинов, МТРК. День и ночь со всех точек Казахстана поступает гуманитарная помощь. В целом за все время привезли почти 330 тонн гумпомощи. Для хранения груза ТО «Радука» предоставила территорию и установили 10 контейнеров. Весь прибывающий из других регионов груз прибывает на эту точку. И здесь уже ребята, в основном силами волонтеров мы производим отгрузку, вручную отгрузку и потом уже сортировка и размещение по предоставленным нам контейнерам. В общей сложности скажу, это первые потоки пошли. Восточный Казахстан, Астана уже два или три раза, Кокчета, Кустанайцы, Павлодарская область, Казлорду я назвал. Еще в дороге ряд регионов отправились в гуманитарную помощь. Партийцы приняли решение создать центр сортировки и выдачи гуманитарной помощи. Сейчас все они работают в штатном режиме. Первоначально таких точек не было. Мы выдавали отсюда садикам, эвакопунктам нашим, солдатам, которые работают. Отгружали отсюда. Но теперь уже централизованы из трех точек города. Как только день заканчивается, три дня работали, три ночи под дождем, мы после окончания старались по мере возможности целлофановый пакет, эти рулоны упаковали их. Они на поддонах, продукты заносятся сразу в контейнера. Это в первую очередь. А вот уже инструменты, оборудование, оборудование, кстати, оно тоже в контейнера, постельное белье в контейнера сразу, а уже вода и инструменты, ну, здесь храним. Груз надолго не задерживается. Его как можно быстрее стараются передать нуждающимся. То, что остается на складах, бережно хранится. Камила Карим, Олег Косинов, МТРК. 47-летняя жительница Петропавловска сняла на видео, как волонтеры на территории одного из административных зданий грузят провизию в машину. Женщина решила, что стала свидетелем воровства гуманитарной помощи. О своих подозрениях она оперативно сообщила не полиции, а участникам группы в WhatsApp, где она состоит. Из группы запись переслали в социальную сеть TikTok. Таким образом образовалась ложная информация, которую выявили сотрудники управления по противодействию экстремизму. В связи с паводками стражи порядка усиленно мониторят интернет-пространство для пресечения распространения недостоверной информации. Проверив сообщения, полицейские установили, что якобы похищенные продукты на самом деле отправились пострадавшим жителям села Большая Малышка. Скорую насуждение горожанку привлекли к административной ответственности в виде штрафа. В связи с тем, что у многих жителей области пострадали документы из-за паводков, в областном филиале госкорпорации увеличили количество места для оказания госуслуг. Граждан обслуживают в городском акимате и отделе занятостей социальных программ. Сотрудники ЦОНов также выезжают в эвакуационные пункты в порядке очереди. Специалисты помогают жителям получать различные справки и принимают заявления по восстановлению документов. В случае необходимости взаимодействуют с управлением миграционной службы и другими исполнительными органами для документирования пострадавших. Для восстановления документов на недвижимое имущество нужно обратиться с заявлением о выдаче дупликатов ЦОН. Если право на недвижимость зарегистрировано на основании нотариально удостоверенной сделки, свидетельство о праве на наследство, свидетельство о праве собственности, то для восстановления дупликата надо обратиться к нотариусу, удостоверившему документ на получение дупликата. В ЦОН оказали государственные услуги порядка 4 тысячам граждан, пострадавшим от стихийного бедствия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok